У нас сейчас еще одна организация, с которой мы знакомимся. Организация тоже достаточно известная, но при этом неизвестная, потому что, как мы сегодня уже выяснили, за известностью всегда кроется неизвестность, и всегда можно найти что-то, чего мы про организацию не знаем. Я с огромным удовольствием представляю вам сейчас Викторию Антонову, координатора проекта «Все вместе можем больше» Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительное собрание «Все вместе». Виктория, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое за приглашение сегодня. Сегодня мероприятие «Сила вместе», у нас ассоциации «Все вместе». Нам очень это созвучно и близко, потому что в объединении «Сила». Сегодня я расскажу о том, чем занимается ассоциация, как мы поддерживаем участников ассоциации и чем мы можем быть полезны другим некоммерческим организациям. Совсем кратко о том, вообще на чем базируется наша работа. Ассоциация «Все вместе» развивает в России культуру благотворительности. Мы объединяем и поддерживаем профессиональное сообщество и представляем интересы его. В первую очередь ассоциация – это именно сообщество единомышленников, профессионалов некоммерческого сектора, которые могут обратиться друг к другу за поддержкой, за советом, за экспертизой. На сегодняшний день в ассоциацию входит более 60 НКО, если быть точным, 64, мы объединяем московские организации и только одна, питерская, входит в наш состав еще, можно сказать, с истоков все вместе. И, как я уже сказала, ассоциация – это в первую очередь объединение, площадка для поиска помощи, поэтому мы часто выступаем таким консолидирующим звеном в том, чтобы решить какую-то насущную проблему для коллег, которые, например, как было в 2020 году, когда ввели меры поддержки для бизнеса, мы от ассоциаций, в свою очередь, тоже направляли письмо для того, чтобы налоговые льготы предоставили и для некоммерческих организаций. И сейчас расскажу более подробно о том, какие услуги мы предоставляем членам ассоциации и какие у нас еще есть проекты, доступные для всех желающих. В рамках программы поддержки фондов участников ассоциации все некоммерческие организации из состава «Все вместе» могут получить коучинговую поддержку, как личную, так и групповую. Также у нас есть HR-специалист, который помогает с подбором кадров для проектов и каких-то направлений в благотворительных организациях и состава «Все вместе». Наш юрист оказывает индивидуальные консультации по вопросам, связанным непосредственно с работой некоммерческих организаций, но если у него есть время и соответствующие компетенции, он также может проконсультировать и по частному случаю, например, введение какого-то кейса по работе с подопечным. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы о благотворительной деятельности наших членов узнали как можно больше людей, поэтому мы размещаем информацию об их проектах и их деятельности на своих ресурсах, в соцсетях, на сайте и, по возможности, также привлекаем партнеров к освещению. Также мы организуем ярмарки совместно с партнерскими компаниями. До 2020 года часто это были оффлайн-ярмарки на площадках бизнеса, где фонды могли представить свою продукцию, но, как вы все знаете, 2020 год внес коррективы в работу всех компаний, включая некоммерческие, нам пришлось перепрофилироваться и осваивать много новых цифровых инструментов, и вот уже два года мы проводим онлайн-ярмарку совместно с Планетой РУ и в партнерстве с Росбанком, которая называется Планета Добрых Подарков. В этой ярмарке онлайн участвуют в основном участники ассоциаций «Все вместе», но также мы привлекаем и региональных партнеров со всей России. К нам часто приходят компании с предложениями больших объемов помощи, гуманитарной, это может быть и техника, и продукты, какие-то вещи первой необходимости. С таким объемом одна некоммерческая организация, один фонд часто не может справиться, поэтому мы в этом случае выступаем таким координационным центром по распределению этой помощи, по сбору отчетности для компаний, предоставлению благодарности и так далее. Плюс у нас есть различные партнерские программы совместно с бизнесом, например, нам предоставляют скидки на стоматологическое лечение как для сотрудников и волонтеров НКО, так и для подопечных. Есть у нас доступ к аудиобиблиотеке МИФ и разные другие такие акции совместные с бизнесом. Про консалтинг и экспертизу я расскажу немного позже, потому что это направление у нас сейчас выросло в отдельный проект, но оно все также доступно и участникам ассоциации, и также у нас есть такая административная поддержка в виде курьерских доставок. Мы предоставляем помещения у нас в офисе все вместе, где фонды могут проводить свои мероприятия. Мы делимся всей техникой, инвентарем, который у нас есть. В общем, стараемся максимально облегчить работу фондом теми ресурсами, которые у нас есть. Проект «Все вместе мы можем больше» — это второй крупный проект нашей ассоциации. Я являюсь его координатором. И в рамках этого проекта ассоциация на себя берет роль модератора, организатора таких сообществ профильных для специалистов некоммерческих организаций. На данный момент у нас работает два таких сообщества по работе с детьми без попечения родителей и второе сообщество друзей пожилых, как они сами себя называют. Целью этого проекта является создание горизонтальных связей. Мы стремимся создать такую площадку для свободного обмена опытом и экспертизой. Встречи в рамках этого проекта проходят в таком дискуссионном формате. Безусловно, есть заданная тема встречи, но, тем не менее, каждый может высказаться. То есть это такая площадка для свободного равного диалога. И также у нас планируется проведение исследований и совместных акций в рамках этого проекта. К нему могут присоединяться все желающие специалисты, а не только участники ассоциации. Поэтому мы приглашаем. 30 июня состоится встреча специалистов по работе с сиротами. Она будет посвящена теме статистики в сфере сиротства, где ее искать, как ее понимать, можно ли на ее влиять. Будут приглашенные спикеры, которые поделятся своим опытом. Но также мы приглашаем и всех желающих присоединиться к дискуссии, к беседе. Надеемся, что это может быть вам полезно. Следующий большой проект, я бы сказала, гигантский. Наша ассоциация – это проект «Все вместе за разумную помощь». Он работает в ассоциации с 2017 года. И в рамках этого проекта мы стремимся объединить некоммерческие организации в том, чтобы продвигать принципы прозрачной работы, открытой работы в некоммерческом секторе. И также мы боремся с мошенничеством, с благотворительностью. Этот проект у нас существует, как я сказала, уже давно. И уже более 300 подписантов присоединились к нашей декларации об основных принципах прозрачности некоммерческих организаций. И, собственно, принципы включают в себя открытость предоставления информации на ресурсах организации, введение не только финансовой, но и публичной отчетности, прозрачные сборы, соблюдение правил при введении сборов и прозрачные методы фандрайзинга. И, собственно, сегодня Семен Никонов поделился с нами из аэропорта, что он летит в Казань. Как раз он летит навстречу амбассадоров проекта. С 2020 года мы формируем сеть амбассадоров проекта «Все вместе за разумную помощь». Это организации, которые объединились со «Все вместе» для того, чтобы продвигать принципы прозрачной работы в некоммерческом секторе, чтобы сделать наш сектор более профессиональным, открытым, эффективным. И мы со своей стороны амбассадорам предоставляем все методические наработки, которые у нас есть, информационную поддержку, экспертную поддержку. И, собственно, мы им очень благодарны за то, что они присоединились к нашему большому делу. Подробно можно на сайте у нас ознакомиться. Отдельный сайт есть, стоп.обман. И консалтинговый проект «Практикум», который я вскользь упомянула еще в начале своего вступления, это проект, который изначально был таким направлением программы поддержки фондов. Бывали случаи, когда организация из состава ассоциаций «Все вместе» сталкивается с каким-то кризисом и не может сама его преодолеть. И в данном случае за поддержкой обращались коллеги через наши внутренние ресурсы коммуникации с тем, что вот нам нужен консалтинг, нам нужна помощь в том, чтобы справиться с кризисом. Но в дальнейшем это направление выросло в большой проект, проект «Практикум». И сейчас у нас работает четыре основных направления в рамках этого проекта. Это индивидуальное консалтинговое сопровождение по запросу от НКО на конкурсной основе. То есть эту услугу можно получить бесплатно. Совсем скоро стартует новый конкурс. Я после своего вступления поделюсь в чате ссылкой на конкурсную страницу, где можно подать заявку. И, собственно, это направление включает в себя четыре месяца такой плодотворной работы с консультантом, который помогает вам выстроить стратегию. Но чаще всего, конечно, к нам приходят с запросом на фандрайзинг. То есть организация считает, что у них кризис из-за того, что они неэффективно фандрайзят. Но в ходе работы с консультантом выясняется, что проблема может быть в чем-то другом. Например, в позиционировании организации или в стратегическом планировании. Может быть, миссия как-то непонятна благополучателям или донорам и так далее. И, собственно, в 2020-2021 годах поддержку уже получили 20 организаций, а до конца этого года еще 30 НКО получат консалтинговое сопровождение. Так, и я сказала о том, что четыре года плодотворной работы, но кроме того, до конца этого года в формате уже тоже таких разных консультаций, консультант продолжает поддерживать некоммерческую организацию и помогает уже внедрить все то, что вместе придумали за эти четыре месяца. Школа консультантов НКО – это второе направление проекта практику. С этого года мы начали обучать специалистов, профессионалов некоммерческого сектора в нашей школе консультантов. Это школа для тех, кто имеет уже опыт работы в некоммерческом секторе и хотел бы делиться своими знаниями с коллегами. Консультируют они по принципу равный-равному после выпуска из школы, и уже 30 консультантов окончили обучение, и у них будет возможность отработать свои навыки. Ну, некоторые из них уже их отрабатывают, но в дальнейшем также они будут и предоставлять индивидуальное консалтинговое сопровождение в рамках нашего конкурса. Безусловно, в данном случае опытные менторы, супервизоры и эксперты ассоциации будут наставниками новых консультантов. Но, собственно, вот такое направление у нас тоже есть. И еще одно направление – это стратегическая школа для руководителей некоммерческих организаций. Эту программу мы разработали совместно с бизнес-тренерами, и ее за два года прошли уже более ста человек. Эти занятия были бесплатными. Это регулярное интенсивное обучение, которое проходит на протяжении нескольких месяцев на различные темы, тренинги онлайн посещали участники. Это и стратегическое мышление, и лидерство, и GR, управление конфликтами и разные другие. Коучинговая поддержка также доступна в рамках программы «Практику». И, собственно, сейчас я вкратце расскажу о том, подытожу, так можно сказать, чем мы можем быть полезны не только участникам ассоциации, но и другим некоммерческим организациям. В первую очередь, конечно, мы рады будем принять новых членов ассоциации. Таким образом можно получить доступ ко всем тем услугам, которые я описала выше. Напомню, что у нас Московская ассоциация, и мы принимаем на сегодняшний день только московские НКО, которые соблюдают принципы, которые описаны у нас в проекте «Все вместе за разумную помощь». У нас все очень связано в ассоциации. Все проекты, они как бы работают на одно общее дело. Также мы будем рады, конечно, если вы присоединитесь к сети амбассадоров «Все вместе за разумную помощь». И кратко расскажу о том, какие услуги мы можем предоставить на коммерческой основе или на некоммерческой основе. Например, вы можете пригласить наших экспертов на выступления на своих конференциях, вебинарах и для проведения каких-то мастер-классов и тренингов. У нас есть спикеры, которые работают по темам прозрачности работы НКО, эксперты по мошенничеству, благотворительности, по отчетности, безусловно. Мы тоже найдем компетентных специалистов, которые смогут проконсультировать, и будем рады поделиться опытом объединения и совместной работы некоммерческих организаций, потому что в этом тоже у нас большой опыт. Плюс у нас на сайте достаточно много методических материалов уже наработано, есть раздел «Библиотека», я тоже пришлю в чат. И об услугах, которые можно получить на коммерческой основе, это и подбор персонала, и аудит организации на предмет прозрачности, например, и консалтинг, безусловно, на любые темы, вопросы. Мы найдем эксперта, у нас 64 НКО, многие из них являются такими мастодонтами в сфере благотворительности и будут рады поделиться своим опытом. Вот, собственно, наверное, если вкратце это все, по стоимости услуг так превентивно, наверное, отвечу на вопросы, которые могут возникнуть. Мы на данный момент, как и многие коллеги, которые были до меня выступали, мы индивидуально оцениваем масштаб работы, но мы работаем над тем, чтобы составить такое пакетное предложение для того, чтобы озвучить цены уже прямо на нашем сайте. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Да, вот тема сегодня, да, пакета услуг и их стоимости все время возникает. Мы именно про это сегодня и говорим в основном. И важно, спасибо огромное за то, что вы представили ассоциацию. И мы сейчас понимаем, да, вступить, наверное, многие из тех, кто сегодня участвует, не смогут, потому что не московские организации. Но понимать, что делает организация, как с ней можно сотрудничать, и главное, рекомендовать вашим некоммерческим организациям пользоваться какими-то услугами ассоциации, это, конечно, очень важно. Поэтому спасибо, Виктория, огромное за это знакомство. Спасибо. Ну, будем ждать списка стоимости услуг на сайте, ну, или хотя бы во внутренних чатах, которые у нас есть. Я на всякий случай еще раз напоминаю, что у нас с вами есть возможность оставить свою визитку на доске под лет. Мы сегодня знакомимся, и там можно будет потом найти все контакты. И кому сейчас неудобно заполнять визитную карточку свою, мы пришлем ее обязательно в ваш чат. И после конференции отправим обязательно, чтобы была такая возможность. Ну, и у нас, напоминаю, есть телеграм-канал, ресурс для ресурсных центров, в котором мы обменяем... Поэтому вот как у ассоциаций... Спасибо огромное, Виктория. Мы на этом завершаем наш раздел знакомства в марафоне «Сила вместе». И мы сегодня познакомились с четырьмя разными организациями, которые хорошо вам, скорее всего, были знакомы. Но я надеюсь, что вы узнали что-то новое о них. И если правда узнали, можно написать об этом в чате. Нам будет приятно узнать и передать выступающим, что правда они рассказали что-то, чего вы до этого еще не знали.